В это время начинается подъем советского же хоккея, ну а советская шахматная школа. Дело в том, что шахматы были настолько популярны в Советском Союзе, что было огромное количество шахматных кружков даже в школах. И, скажем, в газете «Известия», когда шли матчи на первенство мира, скажем, «Ботвинник-Таль», оба советские шахматисты партии печатались не только в газете «Советский спорт», но и в газете «Известия». И вот это был период, когда действительно очень активно развивалась такая вот, ну как бы, самодеятельность людей. Огромное количество кружков в школах. Даже вот, так сказать, в той школе подмосковной, где я учился, скажем, в нашей школе было 8-10 разных кружков. То есть, в том числе и шахматной, кстати. Теперь по краху Крущевского управления. Карибский кризис, октябрь 1962 года. Кто что-нибудь знает про Карибский кризис? Что это такое было? Значит, пролог Карибскому кризису заключался в том, что американцы разместили свои ракеты в Турции. И они, так сказать, совершенно простреливая нашу территорию, создавая угрозу. И тогда было решено разместить ракеты на Кубе, чтобы они накрывали территорию Соединенных Штатов. И начали потихонечку перебрасывать ракеты и их там монтировать. Американцы это засекли, но они никак не могли понять, что там делают. Они запросили Советский Союз и им банально соврали, причем на очень высоком уровне. Американцы не успокоились, продолжали съемку и в конце концов увидели, что там монтируют ракеты. Хрущев рассчитывал на то, что молодой президент Кеннеди будет долго собирать там свой конгресс. Он даже сказал в близком окружении, ну пока этот щенок, а Кеннеди было 40 с небольшим, соберет там конгресс, уже наши автоматчики будут у Белого дома. Но дело в том, что Кеннеди пошел по другому пути. Он самолично решил установить, у нас это называют блокадой, он назвал по-другому, санитарный кордон. То есть плывут корабли с ракетными установками, потому что большая часть не была установлена. Американцы поставили свои корабли и им была дана команда, если советские корабли пересекут линию, советские корабли топить. Вышли наши подводные лодки, всплыли, но тут же появились американские эсминцы. То есть все балансировало. Но тем не менее у обоих лидеров хватило ума отыграть. Хрущев потребовал убрать ракеты из Турции. Кеннеди сказал, уберем, но через год, чтобы не терять лицо. Обычно говорят, что это авантюра Хрущева, которая привела к такому позору. Это неправда. У Хрущева было много авантюр, но благодаря Калибрскому кризису, во-первых, были убраны ракеты из Турции, а во-вторых, начали улучшаться советско-американские отношения. Была установлена телефонная связь, ну и так далее. А вот что было плохо, так это ухудшение отношений с Китаем. И дошло до разрыва. И здесь темперамент Хрущева и тех людей, которые стояли за ним, активно его подталкивали к конфликту с Китаем, он привел к очень плачевным последствиям. В конечном счете мы отозвали своих специалистов из Китая, и началась вражда с Китаем, которая длилась аж до 1989 года.